Более 80 лет назад началась Вторая мировая война. Целые континенты были в огне и Африка не было исключением. Мы, активисты молодежного клуба РГО Сахара, совместно с волонтерами Победы решили рассказать, что происходило в Африке в 40-х годах прошлого века. В Африке не было таких кровопролитных боев, как в Европе или Советском Союзе, но здесь произошло событие, которое значительно повлияло на ход войны. Мы изучили военную хронику и отправились на места боев и воинских захоронений. Мы прочитали книги о войне и газеты тех лет, чтобы рассказать вам о битве за Африку, о битве при Эл-Аламейне. Аламейн сегодня это быстро растущий город с высотками и с университетом. А в первой половине 20 века он был лишь маленькой железнодорожной станцией на побережье Средиземного моря в 140 километрах от Александрии. Египет долгое время находился под контролем Великобритании, а в 1936 году был подвисан договор, согласно которому остаются в стране только войска, необходимые для охраны Суэцкого канала. Город Александрия остался базой Средиземного флота Великобритании. Немцы присматривались к Египту еще до начала войны. Здесь их интересовал Суэцкий канал. Суэцкий канал это важная транспортная артерия. Он соединяет Средиземное и Красное море. Это кратчайший путь между Индийским океаном и Средиземным морем. Он позволяет судам проходить из Европы в Азию, не огибая Африку. Весной 1940 года глава нацистской Германии Гитлер и глава Италии Муссолини договорились о разделе африканских и арабских земель. Гитлер оставлял за собой практически весь африканский континент, включая зону Суэцкого канала. Бенитто Муссолини, лидер Национальной фашистской партии Италии, был премьер-министром Италии с 1922 по 1943 год. Его часто называют Дуччо. На итальянском это означает лидер или вождь. Муссолини мечтал о возрождении Великой Римской империи. Завоевал Эфиопию и Албанию. Вступил в союз с нацистской Германией. Этот союз известен как Ось, Берлин, Рим. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Формально Египет соблюдал нейтралитет, но британцы использовали Каир и Александрию в качестве военных баз. Египетские вооруженные силы привлекались для ПВО, саперных работ, обеспечения связей и транспорта. 1 июня 1940 года Италия вступила в войну на стороне Германии. Для вытеснения британцев с территории Египта Муссолини отдал приказ о вторжении. Его целью были Каир и Александрия. Итальянцы, находившиеся на территории Ливии у границы с Египтом, начали наступление, которое закончилось успехом. Но уже через три месяца англичане не только отвоевали старые позиции, но и практически разгромили итальянцев на территории Северной Африки. Все военные действия проходили на узкой полоске земли шириной 80 километров вдоль Средиземного моря. Асфальтированная дорога была только одна. При необходимости танки и автомобили могли передвигаться и по открытым участкам пустыни. Близость к морю помогала солдатам пережить жару. Но танки нагревались так, что даже можно было у них готовить еду. Змеи, скорпионы, тысячи мух не давали солдатам отдохнуть. Люди страдали от гепатита и дизентерии. Буря в пустыне стали серьезным испытанием для солдат и для техники. Вот как описывает все военный журналист. Ханасин, песчаная буря, самый явольский ветер в мире. Он поднимает в воздух десятки тонн пыли. Мельчающая пыль проникает в моторы. Просачивается через щели в кузов автомобиля. Она скрипит на зубах. Становится трудно дышать. Начинают слезиться и болеть глаза. Горячий пот смешивается с грязью, превращая лицо в страшную маску. Все время хочется пить. И ты глотаешь и глотаешь из фляжки горячую воду пополам с песком. Я видел солдат, которые сутками не снимали противогазы. У других песок вызывал приступ безудержной рвоты. Ханасин мог дуть дни и ночи напролет. События в Европе заставили британское командование остановить наступление в шаге от полной победы и перенаправить войска на помощь Греции. Слабость Италии и возможная потеря контроля над Северной Африкой создавала угрозу плану Барбаросса, который на тот момент активно разрабатывался. План Барбаросса, стратегический план нападения Германии на Советский Союз, был рассчитан на молниеносную войну. Ожидалось, что разгром Красной Армии и захват Европейской части СССР закончится за 4-5 месяцев. На поддержку итальянцев был отправлен генерал Эрвин Роммель и африканский корпус. Эрвин Роммель, немецкий офицер, прошел Первую мировую войну. В начале Второй мировой войны показал себя мастером Блицкрига во Франции. Суслуживцы называли его воплощением духа войны. В 1941 году Роммель назначен командующим африканским корпусом. В Африке за свои продуманные действия он был назван лист пустыни, непредсказуемый, храбрый, веданный солдатам. Роммель застал плачевную картину. Итальянцы были деморализованы, а их устаревшие танки сильно уступали британским. Несмотря на приказ только удержать позиции, Роммель начал наступление, которое обернулось успехом. Он так быстро продвигался по территории, что машины снабжения просто не поспевали за ним. В июне 1941 года жестоким бомбардировкам подверглась Александрия. Вот так описывает происходящее в те дни Анатолий Марков, капитан англо-египетской полиции. Паника в Египте не поддавалась описанию. Цены возросли вдвое. Каир и прилегающие деревни были переполнены. Продуктов не хватало. Из-за жары начались эпидемии. Бомбардировкам подверглись также Каир, Исмаилея и Суэр. Победное наступление Роммеля замерло в апреле 1941 года. Африканский корпус практически не получал никакого подкрепления из Германии. Все ресурсы Гитлер готовил для Блицкрига на Востоке. 22 июня 1941 года немецкие войска торглись на территорию СССР. В Африке активные боевые действия сменялись месяцами затишья. Территории переходили из рук в руки. В начале 40-го года инициатива была на стороне Роммеля. Однако для Гитлера война в Африке лишь отвлекала ресурсы от готовящейся операции в Сталинграде. В помощь Роммелю была выделена только авиация. В мае-июне 1942 года Роммель предпринял несколько атак на территории Ливии, успех которых привел к захвату большого количества британской военной техники. 80% техники африканского корпуса пересоставляли трофейные машины. Благодаря успешной операции Роммель был произведен фельдмаршалом, а англичане были вынуждены отступить на территорию Египта к Эль-Аламейну. Успехи Роммеля в Африке были ошеломляющими. На пути к Суэцкому каналу оставались только Каир и Александрия. В июне Муссолини приехал в Ливию. Готовилась торжественная процедура въезда Муссолини в Каир на белом коне и вручение итало-немецким войскам медали за взятие Александрии в Каир. Роммель продолжал наступление. 30 июня до Александрии оставалось всего лишь 140 километров. Английский флот получил срочный приказ оставить Александрию и перейти к Красному морю. Черчилль признавал, что Англия стояла на пороге самого большого поражения после провала во Франции. В британском посольстве в Каире сжигались секретные документы. Началась эвакуация. Жители Каира, увидев в вехре обогревших бумаг, ринулись на железнодорожные вокзали. Согласно плану эвакуации, английские войска должны были двигаться на восток, в Палестину и на юг до Хартума. Все государственные учреждения и склады эвакуировались с забадного берега Нила. И в случае прорыва немцев под Аламеном планировалось затопление всей Дельки Нила. Первая битва при Аламене началась 1 июля 1942 года. Сначала Ромель успешно продвигался вперед, однако контратака британцев смогла его остановить. Битва затянулась на месяц. Победа в этой битве стала возможной благодаря присоединению индийской, новозеландской и южноафриканской дивизий. Продвижение Ромеля на Александрию было остановлено. Около 7 тысяч немецких и итальянских солдат попали в племм, а бронетехнике был нанесен серьезный урон. 8 августа 1942 года в Каир прилетел премьер-министр Великобритании Черчилль. Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании с 40 по 45 год. Он считается одним из величайших британцев в истории. Жестко критиковал попустительскую политику Франции и Британии по отношению к захватам Гитлера и предупреждал о неизбежной войне. Черчилль неоднократно встречался со Сталином, участвовал в тегеранско-ялтинских конференциях, прилетел в Каир для встречи с руководством страны. Черчилль остался недоволен состоянием армии союзников. Он принял решение сменить главнокомандующего. В результате длительных переговоров на это место был назначен генерал Монтгомери. Бернард Монтгомери, британский фельдмаршал, известен как Монти или Спартанский генерал. Воевал в Индии, Ирландии, Палестине, принимал участие во французской военной кампании 1940 года. Удостоен рысерского звания и титула первый виконт Монтгомери Аламинский за победы в Северной Африке. Среди многочисленных наград Монтгомери есть также и награды СССР. Он является кавалером Ордена Победы и Ордена Суворова. У немцев дела обстояли плохо. Подкрепление Ромель больше не ждал. 70% немецкой армии было брошено на Сталинград. Линия поставок растянулась на 2000 километров. Колонны грузовиков попадали под авиаудары. За Ромелем была голая пустыня, за британцами полудородные земли и провизия. 30 августа он отдал приказ об атаке. Началась битва при Алям-эль-Хальфе. Немцы напоролись на минные поля и при попытке их разминировать были обстреляны авиацией союзников. Много танков было потеряно. Горючее было на исходе. Ромель принял решение уйти в оборону. Немцы создали две линии обороны, заполнив промежутки минными полями и колючей проволокой, которые назвали адскими садами. Их протяженность составляла 43 километра, а ширина — 2 километра. Было установлено около полумиллиона бомб. Монтгомери тщательно готовился к сражению. Для дезинформации Ромеля был построен фальшивый нефтепровод. Грузовики маскировались под танки, а танки под грузовики. Впервые Ромель не смог собрать армию в кулак и рассредоточил солдат по линии фронта. 23 октября началось наступление англичан. Это была вторая битва при Алам-эне или операция «Лайтфуд». 220 тысяч союзников и 1100 танков противостояли армии IC, у которой было 115 тысяч солдат и 559 танков. У Ромеля были сильнейшие противотанковые пушки. Британские танки горели один за другим. Только через 10 дней войска Монтгомери смогли найти брешь в позициях противника. Начался прорыв. На помощь англичанам были отправлены новейшие танки «Шерман». Ромель попал в капкан. Не имея больше резервов, он решил отступать. 30 тысяч итальянцев, брошенных на произвол судьбы в пустыне, сдались в плен британцам. Из перехваченных шифровок стало известно, что у Ромеля оставалось всего 11 танков и топливо на 4-5 дней. Африканский корпус был разбит. Правительство Германии отказало в эвакуации оставшихся солдат. Войска союзников продолжили преследовать немцев на территории Ливии. Победа в битве при Аламене лишила Германию доступа к Суэцкому каналу и нефтевым полям Аравийского полуострова и переместила фронт от подступов к каиру на территорию Италии. Черчилль так описал значение этой битвы. До Элли Ламейна мы не одержали ни одной победы. После Элли Ламейна мы не понесли ни одного поражения. Во время второй битвы при Аламене число погибших и раненых солдат-союзников составило 60 тысяч солдат. Оси 28 тысяч. Успех операции принес в Монгомере мировую известность. Для англичан он стал символом победы. Отказ Гитлера в эвакуации армии вбил Клин в отношении с Роменем. Генерал разочаровался в своем вожде. В 1944 году Ромеля арестовали за организацию покушения на Гитлера. Аламейн – это самое большое военное кладбище в Северной Африке. На нем расположено 70 367 могил. На колоннаде у входа выбиты 11 945 имен тех, кто погиб в боях в Северной Африке и чьи могилы не установлены. Разминирование территории в районе сражения производится до сих пор силами египетской армии. Предупреждающие таблички давно исчезли. Никто не знает, сколько еще мин хранит в пустыне. Здесь пострадали сотни людей уже после войны. На школьных уроках в Аламейне детей до сих пор учат, что делать при обнаружении мин. Каждый год ко дню начала наступления союзников 23 октября в Аламейн съезжается множество людей. Ветераны их семьи посещают мемориальный комплекс. Здесь больше не разделяют погибших на правых и виноватых. Траурные церемонии проходят на трех мемориалах – британском, немецком и итальянском. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok